Это обновление для Луна Классик может изменить игру. Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о новом обновлении Луна Классик, которое уже поддержала одна из ведущих бирж или ведущая биржа Binance. И Binance заявила, что она поддерживает данное обновление. И в связи с этим депозиты, выводы какое-то время будут недоступны. Но в целом уже 14 числа вы сможете возобновить выводы и вводы непосредственно Луна Классик. Сегодня мы поговорим про это обновление, поговорим о цене. Потому что на недельном таймфрейме Луна Классик вплотную подошла к сопротивлению. Если она прорвет данное сопротивление, то по моим прогнозам мы встретимся в районе 23,5. Что в принципе подтверждает мой прогноз о том, что с одна мы способны ополкнуться на 100%. Потому что сейчас растет биткоин и за ним следует другая криптовалюта. Некоторые уже дали 100%, а некоторые в принципе еще растут. Что касается рынка криптовалют, за последнее время мы наблюдаем то, что хорошо вырос биткоин. За последние 7 прибавил 13,5%. Эфириум последовал за ним, даже XRP прибавил почти 11%. В принципе рынок оживает. Но говорить то, что это разворот, я бы не стал. Потому что на самом деле на разворот не похоже. Даже зачастую, можно сказать, разворот случается через опять-таки ретест того же дна. И только потом уже идет разворот. То есть если вы думаете, что сейчас уже разворот рынка, нужно влетать в ракету и так далее и там подобное, то нет. Если вы же думаете, что на долгосрок биткоин уже поздно покупать, то же нет. Потому что биткоин нужно покупать всегда, когда он падает. Хорошо откладывать деньги и заходить через сетями. Поэтому я считаю, что в принципе то, что происходит сейчас, это вполне себе здравая коррекция после майского коллапса Terra Luna. Потому что в принципе биткоин особо после того, как упал на 17 с копейками тысяч долларов летом, он значит щупал это дно. Он особо как бы не рос, рос там до 20 с чем-то. Но я не считаю, что это был очень хороший рост. Я считаю, что то, что сейчас происходит с биткоином, это события до ковидные. Именно до ковида 2020 года биткоин в принципе демонстрировал подобный рост и потом упал. Что касается значит Luna Classic, то здесь понятно, у нас есть и зона поддержки. Это район там 13-14 и есть в принципе сопротивление, которое мы должны пройти на недельном таймфрейме. И только после этого мы сможем идти дальше. Дальше сопротивления кстати нету на недельном таймфрейме. Советую вам в принципе торговать, потому как рынок в принципе очень хорошо на самом деле всегда показывает то, что будет дальше. И если вы торгуете там более такие крупные таймфреймы, то это в принципе нормально. И что мы видим, то что здесь у нас определенно тоже есть сопротивление. Это вот район 23 и поэтому я сюда жду ТРУ на Classic. Ну а теперь мы перейдем к мотивации. Что этому поспособствовало и почему данное обновление вообще было выпущено. Во-первых, скорость сжигания в сети резко снизилась за последние 4 недели. А вы знаете, что если сжигания не будет у проекта, то проект практически можно считать мертвым. Потому что ценность монеты практически будет на таком же уровне, как и была. Также хочется отметить, что за последние только 4 недели было всего лишь сожжено 1 миллиард токенов Луна Classic. И соответственно это очень-очень мало. И на что вообще стоит обратить внимание, что Binance, так как она ведущая биржа, по сжиганиям она кстати еще и сократила количество сжиганий. То есть биржа просто так не будет терять деньги и ей это не по приколу. Также учитывая вообще текущую политику вознаграждения в размере 10%, в общей сложности 100 миллионов монет были повторно выпущены за последние 4 недели. Что приводит кстати к так называемой даже инфляции. Что также хочется отметить, почему вообще подымает значит газ. Дело в том, что сейчас за комиссию вы не платите и цента. То есть комиссия в сети Луна Classic составляет там 1 десятитысячную. Скажем так 1 цента, или вернее 1 доллара прошу прощения. А вот в сети Луна это составляет там 0,001 доллара. Даже тоже не составляет цента, но тем не менее у Луны, у Терры Луны 2.0 комиссии, цена за комиссию она дороже. И соответственно даже с текущей рыночной стоимостью плата за газ в Терра Classic в 18,5 раз дешевле, чем в Терра 2.0. И на что стоит обратить внимание, то что после введения данного обновления, то есть увеличения платы за газ в 5 раз, плата по-прежнему будет оставаться в 3,5 раза дешевле, чем у Терра 2.0. Вообще, зачем это вообще нужно? Во-первых, не будет уже минтов, не будут в принципе новые монеты попадать в циркуляцию, потому что будет жога больше таким образом. Также больше вознаграждений для стейкеров и валидаторов здесь будет. Больше финансирования для разработчиков от CP тоже будет. Поэтому в принципе данное обновление я считаю, что довольно-таки хорошее, отличное, я бы даже сказал. И несмотря на то, что в принципе плата за газ поднимется, я считаю, что это вполне адекватно. И считаю, что все равно при, конечно, таких обновлениях, при таком исходе, плата за комиссию, она будет ничтожна. Это не доллары, в отличие от биткоина. Да, это вот в принципе цена за газ идет на даже не центы. И поэтому я считаю, что это вполне себе нормально. После того, как в принципе Binance объявила о том, что поддержит обновление Terra, Luna Classic взлетела на 6%. Также стоит отметить такую новость, что 23-й год, я считаю, что будет годом для Luna Classic, когда Binance AS все-таки будет листить Luna Classic. Но я думаю, что подразделение США Binance, возможно, даже заинтересовано, чтобы это сделать. Ну и кроме того, если мы будем подводить итоги до того, что вообще у нас есть сейчас, по сжиганию до 37,5 миллиардов Luna Classic сожжено. Но это значит полпроцента от всей циркуляции. Да, это мало, но я считаю, что с такими обновлениями и дальнейшей работой над данным проектом, это все будет исправляться и в принципе мы будем видеть достойный проект. А что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях в 177 и до новых встреч.